Размывание граней Опасность данной ошибки подстерегает нас в случае, когда отсутствует четкая граница между двумя противоположными понятиями – богатый и бедный, больной и здоровый, выпивший и пьяный, чувствительный и эмоционально неуравновешенный. В мире, где божья норма нарушена во всем, как отличить допустимо ненормальное состояние от неприемлемого? Но это не значит, что границы между этими понятиями нет вовсе. За данной ошибкой закрепилось название «безбородый бородач». Если, скажем, мужчина с утра не побрился, он же еще не может называться бородачом. И даже если на лице у него двухдневная или трехдневная щетина, бороды у него по-прежнему нет. А раз однодневный прирост щетины бородой не делает, то борода у него никогда не вырастет. Где грань между бородой и, скажем, двухнедельной щетиной? Сколько раз азартному игроку нужно еще разок по чуть-чуть попытать счастье, прежде чем станет ясно, что он проигрался? Сколько можно по чуть-чуть прибавлять газку на скользкой трассе, прежде чем машина перестанет быть контролируемой? И именно к этому типу ошибок относится коронная уловка Ричарда Докинза, заявляющего, что христиане тоже суть атеисты, только в несколько меньшей степени. И он говорит, ведь вы же тоже, как и я, не верите в и далее следует нарочито длинный перечень идолов, от общеизвестных представителей античного пантеона и экзотических племенных божеств до неизменно вспоминаемого летающего макаронного монстра. А я лишь добавил, говорит он, к их числу еще одного, в которого я не верю. Но на одного меньше совсем иная категория, чем ни одного. С тем же успехом христиане могли бы заявить атеистам, вы же не верите во всех этих богов, а мы верим вот на одного бога меньше. Более же всего коварная ошибка безбородого бородача в вопросах морали. С одного раза ничего не будет, но еще чуть-чуть. Да что я, меры не знаю. Сколько с этих слов начиналось проблем, связанных с зависимостью, развалом семей, асоциальным образом жизни, криминальной деятельностью. Но как борода начинается с едва заметной щетины, так и любые греховные поступки зарождаются в сердце человека в виде внешней еще никак не проявляемого желания. Именно от этого предостерегает нас заключительная из десяти заповедей «не пожелай». Этому учит Иисус на горной проповеди. Если ты кому-то позавидовал, то в глубине души ты уже вор. Если похотливо посмотрел на некую женщину, убеждая себя, что испытываешь исключительно эстетическое наслаждение от красоты Божьего творения, ты уже мысленно изменил своей жене. Если разгневался на ближнего, подлежишь осуждению наравне с убийцей. Господь говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. От Матфея 5 глава 20 стих. Лучший способ не провалиться – это не выходить на тонкий лед. Субтитры создавал DimaTorzok